В этом зале рад вас приветствовать на нашей станции в честь юбилея. Вы все прекрасно знали, что 29 числа исполняется 115 лет нашей лучшей из лучших станций, лучшей из лучших станций. Мы так считаем, что у нас в этом году в Ценбии. Я рад тому, что приятный этот праздник вместе с вами. Я рад тому и благодарен вам, что несмотря на все трудности, которые у нас есть, а их предостаточно иногда даже больше, чем радости, мы находимся на передовой, мы оказываем помощь. И те слова благодарности, которые являются, и другие мои коллеги, они это будет видимо тех слов благодарности, которые говорят наши жители, которые оказывают медицинскую помощь, даже несмотря на пользу тех жалоб, которые иногда существуют. Я рад, что мы на сегодняшний день, сегодняшний день, что есть у нас и кадровые перестановки, и бедовые трудности, и финансовые трудности. Но мы оказываем помощь, и стараемся оказывать помощь на высшем уровне. Мне хотелось бы в этот день сказать слова благодарности нашим ветеранам. У нас в них предостаточно ветеранам, которые заслужили злобу благодарности. Потому что не только сам являются примером нашей службы, они еще являются учителями нашего молодого поколения. Мы не станем скрывать, что в нашем молодом поколении сейчас нуждаются не корректировке знаний, а просто нового багажа знаний. К сожалению, это так. Молодежь, кто не хочет, а кто не может. У кого-то мало, и кого-то мало багажа знаний. Но благодаря вам они становятся хорошими специалистами через год, через два. Это мы и есть примеры, вы знаете. И во все трудные времена, все трудные периоды, которые случаются в городе, в первую очередь, кричат, что, скорая, скорая, то ли ДТП, то ли еще что-то, один крик, это скорая. В результате, люди зовут нас на помощь. Люди зовут на помощь, и мы эту помощь оказываем. И оказываем помощь при заболевании, и при трагических событиях. Все это будет прекрасно в комнате. И буквально через пару дней, может, пять, определенное количество лет, когда были задействованы, прошли хорошую школу испытаний. Испытали себя, как специалисты, показали себя с лучшей стороны. Только работу медицировал в общем, в Одессе, поставленный пример. А работа бригад скорой помощи была поставлена на более высокой уровне. То есть работа будет хорошо. Но это наша последневная задача, последневная работа. И она требует много внимания, много усилий и много терпения. Понятно, что скорая помощь, я говорил, что ее не ругает только линия. Ругает все. Но есть обоснованные жалобы, есть необоснованные жалобы. Поэтому на кире обоснованные жалобы не обращать внимания. Но они есть, они есть, и мы от этого никуда не дадим. Параллельно с датой 115 веки, буквально, я хотел бы... Это не является юбилея, но это, как говорится, в прошедшие времена. Это наши сотрудники участвуют в той же реабилитации, показании помощи, реабилитации нашей медицинской инстанции. Это МОДСКС. И у нас есть эти сотрудники, которые тоже приезжают огромную горожанность. Я хочу поздравить, у нас было много юбилейников за время моего отсутствия, юбилейников, которые были в дни рождения, юбилейные дни рождения. Сказать тоже вам слова «модяки», которые слова хотят. У нас, при чемпионатского комиссия, у нас нет необходимости, нет необходимости. Мы их делаем и будем делать. И будем делать. Конечно, есть проблемы, и хотелось бы, чтобы эти проблемы были устранены. И хотелось бы, чтобы у нас были более укомплектованные машины, как есть некоторые. Хотелось бы, чтобы мы были на уровне, как сейчас, современной диспетчерской. Современной диспетчерской. Кто-то мне поговорил, я вас призываю, посмотрите, что собой представляет сейчас современная диспетчерская, как она выглядит, и как она должна выглядеть. Хотелось бы, чтобы вот эти машины, которые у нас есть, чтобы они были так же укомплектованные, как диспетчерская. Но техника – это одно, а надо еще умение работать с этой управлением. Будет хорошая техника, и мы будем специалисты, которые смеют здесь работать, и мы никакую помощь не хотим. Никакую помощь не хотим. Я благодарен и своим заместительным, которые много трудятся, трудятся в правильном направлении. Действительно, то, что в месяц сейчас, в месяц сейчас объем нашей работы увеличился. Потому что раньше, если мы занимались выкроем, наши станции и зоны обслуживали в месяц сейчас и обучали, и методическую работу проводить практически с многими станциями, с многими станциями нашего церкви. Слова благодарности вам передал Вячеслав Иосифович, директор импортамента. Слова благодарности предал Вячеслав Иосифович Центр Агентской Милиции Суковы. То, что я вам сказал, то же самое подключалось и в ВУЗ. Они очень благодатны, потому что БРДС базовой станции с подпромышем, и если есть какие-то трудности, или надо провести какие-то занятия, или поставить пример, как всегда, постараются делать это о базе нашей станции с подпромышем. После моего выступления, я думаю, что скажут слово «заместители», затем мы вручим грамоты, грамоты, денежные, древние. У нас продолжаются поиски, поиски, заполнения нашего мецената, поэтому мы предоставим слово, на каком это этапе, какие его заполнения. Я думаю, что он хочет проинформировать нас, проинформировать нас, что мы имеем на свою очередь. Да? Пожалуйста. Но вкратце постараюсь в течение 10 минут рассказать о тех наработках, которые я рассказал последние годы назад. Два года назад мне в руки попали письма Николая Ивановича Бовара, который был, простыми словами говоря, смотрящий за делами, управляющий главным графом Пустовым имени в Одессе. Как известно, так и большинство, скажем так, русских интеллигенций, они вынуждены были после революции покинуть Одессу. И первое время обосновались во Франции, и позже они переехали в город Женева, Австрия. Так что хочу заметить, что после того, как они покинули город Одессу, они имели все шансы быть расстрелянными в имении Ануфриев, в Кировоградской области, но жители Ануфриев большим уважением относились к этой семье и, грубо говоря, не спасли. Реальность отсюда у них. Я эти письма зачитывать не буду, потому что достаточно много здесь читать. Письма попали ко мне в руки благодаря Елене Буклеевой, это главный специалист главного архива города Москва. Письма это не одни, они есть еще, и очень сложно в сложившейся ситуации их получать на руки, потому что все связи исторические требованы, и это крайне сложно. Но суть заключается в том, что после того, как эти письма попали ко мне, я прочел весь этот текст, и, честно говоря, у них слезы на глазах, потому что, изучая до этого историю Танца, ее основание, брата Николая Михайловича Полстова и всей семьи, брата Константина, матери Елене Буклеевны, было очень сложно читать о том, как они проживали в последнее время там. Мы, скажем так, только получше здесь, а мы умирали, ну, прямо в нищете, потому что не подало денег, они приезжали с квартиры на квартиру, все квартиры были меньше, 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 меньше. Мать скончала в декабре 26-го года, умирала тоже на страшных руках, она поломала шею в бедрах, достаточно долго лежала, была там на морфине и так далее, и так далее, и так далее. Игорь Михайлович был очень ударом, потому что кто знаком немного с этой семьей, знает, что для него мать это было все, дамы или у него до семьи, скажем так, свой главный веятель, что сам с той помощью он поддыл городу, и очень тяжело пережил смерть матери. Сам Михаил Михайлович скончался в сентябре 27-го года, и 2-го сентября 27-го года был похоронен на тапу щитового горки в Женеве. После прочтения этих писем, в которых было сказано, что по правилам и законам Женевы могила дается в аренду на определенное количество времени, бывший указатель Николай Фанатович Бовар взял эту могилу на максимальное количество времени в аренду в надежде в том, что кто-то найдется, кто сможет продвить эту аренду для того, чтобы могила не исчезла. Мать Михаила Михайловича завещала себя перезаконить в Одессе, поэтому по правилам Женева она была захоронена в акцентном городе. К огромному, к сожалению, как был захоронен Михаил Михайлович, на сегодняшний день неизвестно. Но по данным, по которым я все-таки отыскал, там был захоронен не реально. Они были захоронены вместе, там была проблема отравка, крест положено по православным традициям. После прочтения этих писем, я имел консультации с Иваном Ивановичем Гресиным, это главный специалист по захоронению русской индивиденции в Евросии. Специалист проживает сегодня в Польше, и после общения с ним долгого, мы пришли к тому, что могила все-таки не перенена навсегда. Потому что после истечения срока аренды, в тех документах, которые я получал на выпускной сети, с ними работали переводчики, и было загадочное слово «могилы перекапывают». То есть их подготавливают к новому захоронению, но я себе думаю, не могли же просто останки привыкли к этому самому, да, не переехали. То есть там уж, скажем так, некрополь достаточно солидный, там за ним следят. Вот. И, как-то знаете, такой спортивный интерес у меня, и в этот долг, привет Михаилу Михайловичу, моему великими делами. Я выигрывался в это дело, я этим делом заболел. Я вел переписку в течение двух лет главным архивом города Женевы. Я вел переписку с управлением кладбищей и крематорией города Женевы. Я достаточно много общался с личным директором Дома ученых, Галина Валентина Дерещенко, который всю жизнь посвятил изучение Женевы Толстых. Огромную поддержку оказался на группу одесситов, вместе с господином Моржебешевским, это представитель Министерства в самом деле Украины, Галина Валентина Дмитриевского. Огромную роль сыграл в поисках пристаницы Украины при ООН, скажем так, это организация, которая стала ключевой. В итоге, работа с документами двухлетним. Самое интересное, что я хочу перед, прежде всего сказать, что захоронен был Михаил Михайлович 2 сентября 1927 года. И именно 2 сентября, в день его похорон, где пришел ответ, который означал, что Михаил Михайлович Толстой был похоронен на кладбище Сан-Джордж 2 сентября 1927 года. Участок номер 48, линия 6 на 1 номер 3. И о чем это говорит? Даже если на сегодняшний день могилы не существует, с переводчиками работали и пришли к такому году, что Михаилу матери осталось на месте, и у Михаила Толстого осталось на месте. Могла похоронить только верхняя крыша гроба. Тем самым, в 2 сентября 1917 года место захоронения, которое до этого дня считалось абсолютно утерянным, и мимо было просто потеряно в истории. То есть какая-то справедливость, небольшая запятая в истории поставлена. Место его найдено. Это не явилось окончанием моих поисков. Дело в том, что даже в какой-то степени я утеронос главному архиву Джима Тимонова. История была смешная. И мне говорят, что нет. Никаких там возможных вариантов восстановления там нету. Все это обновлено захоронение. Ну, в объект 21, я был для программы «Гудру земля» с космоса снижением, посмотрел этот 48-й участок, завтра и так нашел. На сегодняшний день этот участок, на момент, это был 2016 его снижение. Этот участок пустой. То есть он полностью, скажем так, его погибли, для нас захоронили. Ну, и стал вопрос. Собрали и собрание, там, главных деревьев, города и семейных клуба деситов. Стал вопрос о возможности установки вероятных деревьев на месте захоронения. То есть, в техническом доме. Управление клубей Женевы, это все-таки Европа, там свои законы. Они хотят оплату на это место. К сожалению. Но вызвался пораспансировать все это мероприятие. Князь Евгений Торчаков, промоклен парня, представитель княжества дома Торчакова. Который, непосредственно, имеет дотально высокие возрастные отношения к Толстым. И он вызвался, профинансировав все возможные, скажем так, установки мероприятий. Чему мы пришли? Потому что, если не у нас на кладбище, хотя бы на стене, или же на участке, поставить мероприятию, в виду, то сегодняшним днем ведется разговор через специалистовую бюро Украины, о организации установки мероприятий на доме в адресе 1,6. Это был последний адрес микрофорда, образователь. Для того, чтобы все-таки поставить точку в этой истории, потому что я уже считаю это симптом, потому что это также достаточно много времени и сил. И думаю, что это необходимо для того, чтобы вернуться в Украину. Плюс к этому всему, я месяц назад оборудился с одним этим организациям по поводу обновления взрослых ветвей Якова Юрьевича Бадаха, известных в первой классной райштанции, имени, которая названа она. Почему? Потому что пришло, к сожалению, такое редкое состояние. Причем это не первое место захоронили. Мы захоронили на первой перерейском кладбище и по счастливому случаю, мы перезакормили рядом с тремя поэтами, которые лежат в МК, они вместе лежат на втором кладбище. Это касаемо этого. Это, наверное, главный посыл, который я хотел рассказать, что все-таки добрый имя графа у нас получилось все равно. Хотели разговоры о том, чтобы все-таки перезакормить, мы будем поставить другую волю, но, исходя из заполненных специальностей, мы этого сделать не можем. Поэтому, как сказал мне, Илья Кирчук Уголь, главный гривер города, что мы не можем наших, как они по-человечески, а то пусть лежат уже, как лежат. И самое отравное, о чем сталкивался, к чему были удивлены европейские специалисты, что в нашем таком вот обществе, в нашем мире, с нашим менталитетом это главный летящий по сей день живет, что-то передельская станция скорой помощи. Ну, все, что при у меня, все. Дорогие коллеги, я очень счастлива, я работаю на этой станции. Спасибо. 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 Что могу сказать? После малого 48 лет тому я впервые попала в этот зал, пошла. Сидели тут убеленные сединами, специалисты, врачи, фельдшера. И я думала, боже, молодая девочка, как я тут буду? Ну, кончила институт, ну, все знала, понятно, да? Думала, господи, как я буду выглядеть через пять лет? Ну, мне ничего не нравилось. Через десять лет. Вот и мужы тоже как-то были, но мне солидно. И за все эти годы я прошла все этапы. С линейного доктора до специалиста, спецфекатера. И за это время, конечно, все было. И ошибки были, и победы были. Во всяком случае, все, что здесь было, что произошло, это семья, это родной дом. Мы больше времени проводили здесь, нежели дома. И, конечно, за это время уже кое-что достигли. И даже были ученики, и были люди, которые с благодарностью вспоминают. Когда по улице идешь, идут тебя за плечи. Ой, то, как спасибо, вы у нас были. Вы там, а мы спасли, вы то спасли. И так далее. Коллектив у нас был на скорой помощи. Очень дружный. Каждый старался другому помочь, чтобы было потом, что вспомнить. И сейчас, когда я иду по улице, и едет скорая помощь, у меня сердце вздрагивает. Думаю, Боже мой, это же все мои родные. Это же все то, что я прошла, то, что было у меня в жизни. И вот сегодня тоже, несмотря на то, что я уже больше, чем полгода ушла на заслуженные ходы, все равно родной коллектив, родная станция. И мы скорой помощи доверяют в каких-нибудь, особенно, нехороших словах. Я говорю, ну, бессовестно. Они не понимают. Они не знают, что это такое. И поэтому я вам всем, кто работает, молодые специалисты, желаю здоровья, удачи. Дерзайте, и у вас все получится. Я хочу подкрепить свои слова некоторыми документами, которые я вам прочитаю. Да, ну, пожалуйста. Петр Владимирович вручил грамоты, да, ты один один. А я, ты, фанас, фанас, и он, так, я вовсе, да. Давайте мы сделаем так, грамоты мы вручим. То есть нет людей, то мы вручим заведующим. И обязательно вы у себя на подстанциях сидите собрание, поздравьте от нашего имени и вручите грамоты. И будут еще материальные поощрения. Я назову только людей. По окончанию мероприятия вы подойдете все к политике и население. Тяжеление, деньги требуют учебных. Продолжение следует. 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 Чубатя Симон Георгиевич, это те люди, которые, как говорится, прошли испытания не только скорой помощи, но и в сложной жизненной ситуации. Они сегодня в стране низкий эмпактон, и спасибо за их труд. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Да, пожелать вам в дальнейшем больших успехов, и чтобы к этим коллегам здесь и те, которые присутствуют, никогда не обращались, чтобы вы всегда были здоровы. Спасибо.